Здарова всем нахрен, с вами обзорщик на Батуна Руси, совместительство пацаненок на Батуна Руси Дронгранчик Манхфаккут. Сегодня, дорогие товарищи, так как не получилось так все-таки провести нахер стрим, будут подведены итоги нахер конкурса анекдотов, который длился до сегодняшнего дня. Очень много бипец участников было, несколько раз за это даже продолжать его приходилось, потому что очень много желающих было поучаствовать и не могли просто конкурс прекратить. Вот, и сегодня наконец-то он закончился, ребят, вот у меня здесь в айфоне и телефоне нахер результаты конкурса, давайте их озвучим. И четвертое место у нас занимает Евгений Грачев. За четвертое место у нас ничего не предусмотрено, нахер, просто это единственный пацан, который прислал аудиозапись, за что ему респект. И давайте просто послушаем нахер, анекдот жесткий. Маленькие мыши сосут, обмазываются говном, смотреть недорого. Чисто норм анекдот, да, по-моему, прикольно. Ну, конечно, не говно, он ничего не получит, этот пацан, но зато прикольно, потому что голосовуху я заполил, блин, и так, залил музыкальное произведение нормальное чисто. И сегодня мы продолжаем дальше. Третий почетный метод занимает пацан, диджей Спайк, нахер, Сергей Альзимов. Я тебя поздравляю, Сергей. И ты получаешь у нас рисунок говна от Михаила Флигельберг. Он еще пока не готов, но когда я в следующий раз, нахер, встречусь с Михаилом Флигельбергом, я нарисую, нахер. И будет оказаться, что от Михаила нахер нарисует, и, блядь, я отправил нахер рисунок. Вот, нормально, в общем, пацан. А, давайте я зачитаю, нахер, анекдот, который прислал Александр. Натупил мужик говно, а говно ему говорит, ты че, мужик, попутал? Ну, типа такой жизненный анекдот про говно. Он, во-первых, лаконичный, вот, тоже качество, которое позволило, как он, блядь, это называет, а, короче, второму претенденту занять второй метод. Ну, этот анекдот, что мне чуть меньше понравился, поэтому он занимает третье, но тоже нормальный анекдот, чисто такой лаконичный, и, ксамое главное, что про говно, чисто, вот. Второй метод, нахер, ну, так, анимает бои из прошлого конкурса. Владимир Малащицкий, нахер, боец, тебе респект, нормальный, чисто анекдот сочиняешься, второй раз побеждаешь, нормально. И этот пацан у нас получает отсосу мыши, ребят, как и в прошлый раз, вот, два раза будет сосать бесплатно, пацан, вот. Давайте я сочетаю анекдот, который прислал Владимир. Бойцу нас срали под дверь отсосу мыши, а он ему как рад. Вот, сейчас я объясню, почему, вроде как, похожий на анекдот Сергея, почему, вот, Владимир занял второй метод, а Сергей только третий. Ну, во-первых, Сергей, у него прикольный анекдот, но у него только один прикол, там, это говно, а в то время как Владимир, нахер, он сразу пошутил и про говно, и про отсосу мыши, ребят. Ну, это, я считаю, заслуживает просто уважения, небольших аплодисментов, и, конечно, бесплатного отсоса мыши, где полетит друг. Итак, нахер, барабанная дробь, пацаны, итак, первый, нахер, претендент. Этот пацан нормальный боец, вообще, вот, он не зря, нахер, торопил результаты конкурса, потому что он, нахер, занимает первое место, это пацан, нахер, Антон Короткин, поздравляю тебя, Санёк, ты нормально, вообще, отработал. Анекдот нормальный, вообще, чисто жёсткий, во-первых, он длинный, нахер, во-вторых, там очень много приколов жестоких, то есть, там, во-первых, сложные приколы, давайте, я засчитаю, короче, с чём я обсуждаю. Да, две мыши скачут по стране, одна, другой, нахер, говорит, мышь, держу пари на 100 долларов, что ты мое говно не сожрёшь, съем, нахер, отвечает вторая. Поспорили, блин, ну чё, мышь съела, вторая мышь, нахер, выложила 100 баксов, ну, штуку баксов, прикол, ребят. Вот, типа, поспорили, типа, мышь, держу, а другая опять, типа, такая, ну, нормально, чё, а давай ты мое говно сожрёшь за 100 баксов, а так говорит, ну, давай, скушаю, блин, говняшку, жопный зракий. Ну, опять поспорили, опять та мышь первая съела, говно второй, короче, вот такая тема, вот. Вот, и поехали дальше, нахер, а вторая мышь говорит, мышь, даётся мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись. А та говорит, нет, мы увеличили, нахер, Владимира Владимировича Путина нашей страны на 200 баксов, на самом деле, ещё на 6 лет, вот. И создали, нахер, ещё два рабочих места, кстати, покупать эту сумышь, ребят. Ну, во-первых, я скажу то, что тут у нас уже развитие событий какое-то присутствует, присутствует сюжет. Тут присутствует также прикол про говно, прикол, нахер, про отсосную мышь, прикол про нашего президента великого, нахер, и даже сюжет присутствует. Ребят, этот анекдот, наверное, на два пункта переезжает других пацанов, конечно, маленькие, лаконичные анекдоты, это хорошо, но когда большой формат анекдоты используют по полной программе, ну, ребят, тут, к сожалению, вне конкуренции. Поэтому пацан получает диск, нахер, первый F группы на страйфа, две анекдоты про говно, вот. Ещё он пока не изготовлен, нахер, но изготовится, нахер, и отправится тебе, нахер, вот. Нужно потом будет указать адрес, и тогда поедет туда диск, вот. Всем пацанам спасибо, которые, нахер, принимали участие в нашем конкурсе, а те, кто не принимали, пусть сосут, нахер, не в мыши, а в каком-нибудь другом животном, потому что они, вообще, мразик кончили, вот. Можете, нахер, вообще, отписываться, нахер, от канала, от группы, если вы не участвуете в конкурсах, вот. С вами был пацанянок, где нам батонули Сидрон Дрончик, подписывайтесь на канал, нахер, ставьте жирные пальцы вниз, участвуйте в новых конкурсах, нахер, идите в новых альбомах, новых, нахер, фильмах, всё, до новых, пока, бля, вырубай.